Всем привет! Сегодня нарисуем яркого тукана. Для рисунка понадобится два коричневых, черный, два серых, желтый, оранжевый, красный и голубой. Черная и белая гелевая ручка. Как всегда, начнем с наброска. Листок делим напополам. Рисую овал, чтобы большая его часть была в левой стороне. Дальше рисую продолговатое брюшко. Отмечаю место расположения глаза и рисую изогнутую линию. Эта линия будущий клюв. Отступаю на пару сантиметров и рисую еще одну линию. А дальше рисую вторую часть клюва. Приступаю к детальной прорисовке. Добавляю глазик. Вокруг глаза рисую что-то подобное на треугольник, но с закругленными краями. Дальше рисую грудку. Набрасываю будущие ножки, хвостик и немножко крылышка. Добавляю лапки и веточку, на которой сидит тукан. Беру черную гелевую ручку и полностью обвожу рисунок. Этот процесс я ускорю. Далее беру ластик и стираю уже ненужные линии карандаша. У нас получилась вот такая раскраска. Беру желтый маркер. У меня это маркер под номером 37. И закрашиваю полностью клюв и треугольник возле глаза. Клюв у тукана хоть и выглядит очень массивным, но он полый внутри, а значит очень легкий. Такой клюв нужен птице по двум причинам. Во-первых, с его помощью легко издавать громкие звуки и общаться с сородичами. А во-вторых, он помогает птице выделять излишнее тепло, так как он проживает в Южной Америке. Там довольно жаркий климат. У меня бумага очень тонкая, поэтому я даю ей подсохнуть. Пока маркером под номером 63 я закрашиваю место вокруг глаза. Далее беру оранжевый. У меня он под номером 23. И прокрашиваю верхнюю часть клюва. Размываю ее желтым. Потом снова добавляю оранжевую. И опять размываю желтым. Пытаюсь добиться более плавного перехода. Оранжевым маркером постепенно подвожу цвет к центру клюва. Но центр клюва не закрашиваю оранжевым, оставляя желтую часть. Пока делаем размывку, поговорим еще немножко о туканинке. Вы знали, что из изобренного клюва европейцы приняли туканов за хищных птиц? И лишь только длительное наблюдение позволило установить, что на самом деле тропические дятлы, к которым относятся туканы, питаются плодами. К тому же тукан с удовольствием общается с человеком, поэтому легко приручается. Туканы очень хорошо подражают звуки. Но такие хорошие подражатели не могут пародировать человека. Туканы питаются инжиром, бананами, мракуей. Но когда фрукты найти не удается, то они готовы охотиться на местных ящериц и лягушек. Тукан не может питаться на лету, а когда он пьет воду, ему приходится запрокидывать голову. Туканы предпочитают жить в дуплах, но создавать их сами не умеют. Но приходится выгонять жителей уже из готовых жилищ. Тем временем размывка клюва закончилась. Берем красный цвет. У меня он под номером 11. Добавляем поверху клюва. Беру оранжевый маркер и обвожу его по нижней части. После чего размываю его желтым, потом снова добавляю оранжевого. Теперь берем черный маркер и закрашиваем все черные места на нашем рисунке. Сначала я прокрашиваю клюв. Этот процесс я снова ускоряю. Беру серый маркер и прокрашиваю грудку по контуру. Потом беру еще один светло-серый и закрашиваю грудку полностью. Беру черный маркер и тонкой линией обвожу контур рисунка. Светло-коричневым маркером по номерам 21 прокрашиваю веточку. Добавляю на веточку черных полосочек. Беру темно-коричневый маркер под номером 95 и добавляю на веточку, оставляя светлые промежутки. Серым маркером прокрашиваю лапки у тукана. Теперь беру белую гелевую ручку и наношу блики. Еще раз провожу синим маркером по синей части вокруг глаза. Белой гелевой ручкой уделяю большее внимание грудке, делая ее более неровными краями. Мне не очень нравится, что лапки у тукана серые, поэтому я добавляю яркости оранжевым маркером. На лапки также добавляю блики. Сегодня я впервые нарисовала вот такого милого туканчика. Он довольно легкий и несложный в изображении. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До новых встреч. Удачи в творчестве.